Четыре человека пострадали в ДТП на дороге Восток в воскресенье вечером. Здесь струкнулись Toyota RAV4 и Mitsubishi Lancer. Водитель последнего, двигаясь со стороны аэропорта, потерял контроль над машиной и протаранил встречный автомобиль. Виновник аварии, лишённый прав за нетрезвое вождение, горожанин 1992 года рождения, сломал бедро. В RAV4 пострадали три человека, все они пассажиры. Ровесница нарушителя получила перелом костей черепа и находится в реанимации. Молодой человек, 1998 года рождения, госпитализирован с переломом таза. Ещё один пассажир отделался ушибами. Оба водителя были трезвыми. В районе остановки Индустриально-экономический колледж коммерческий автобус столкнулся с муниципальным. До аварии оба участника ДТП ехали навстречу друг другу. ДУ 29 маршрута двигался со стороны центра города, в нём было около 10 пассажиров. Автобус 40 маршрута фирмы «Пять звёзд» ехал от улицы юности. Сорокалетний водитель МАЗа решил развернуться на перекрёстке. Встречный ДЭО мужчина не заметил. По его словам, случилось это из-за того, что в его машине плохо работает отопитель, обеспечивающий обогрев ветрового стекла. В момент столкновения обоим водителям горел зелёный сигнал светофора. В остановке автодорожный техникум попал в просаг водитель другого ДЭО. Автобус, который вынесло за пределы дороги, застрял на трамвайных путях. К месту заноса шофёр приближался со стороны улицы Воронежской. Он сворачивал с улицы Бондаря на Тихоокеанскую. Следовал из автопарка в точку, где должен был начаться первый за день рейс. Как ни пытался автомобилист с 20-летним водительским стажем самостоятельно выехать из ловушки, у него ничего не получалось. На помощь пришла аварийная машина трампарка. Вытаскивали автобус в два этапа. Сначала его оттянули назад, лишь потом трёхвостный грузовик выволок ДЭО на проезжую часть. В аналогичную ситуацию попал ещё один водитель автобуса у остановки «Виадук». В этом случае спасательная операция затянулась. В лоток ливневой канализации ДЭО рухнул ещё затемно в 5 часов утра. В момент ЧП водитель вёз на работу своих коллег, шофёров и кондукторов. На скользком участке дороги тяжёлая машина потеряла сцепление с дорогой. Водитель вывернул руль, но это не помогло. Подкладывая под колёса диски и доски, ДЭО вытащили из канавы только к обеду. Расстояние в 20 метров удалось одолеть лишь за 6 часов.